Немецкая монахиня, которая ее протестантская вера запрещает иметь детей, переехав в Россию, стала многодетной мамой, при этом не нарушив ни единого церковного завета. В Калининградской области она открыла маленький частный детский дом. Антон Чичуринский удивился, насколько неиссякаема энергия этой добрейшей женщины. Иногда она чувствует себя шофером маршрутки. Одного ребенка надо отвезти на музыку, другого на спорт, еще пятерых забрать из школы. Приехав в город Славск в 90-х с гуманитарной помощью, Барбара Вайта не думала, что здесь у нее появится собственная семья. Да и желание остаться в России появилось не сразу. Тогда было временно учителей, я трущила с ними с детства, которые зарплаты не получили. Я удивлена, государство богатого, но зарплаты не давали для тех людей, которые воспитывают детей. А вот сами дети произвели на немку совсем другое впечатление и продолжают удивлять до сих пор. Ровесникам из Германии никогда не пришло бы в голову играть в пинг-понг без ракеток, учебниками. После нескольких поездок в Калининградскую область Барбара решила открыть там частный детский дом. Дом Барбары сразу стал выделяться, хотя ничего изысканного в его архитектуре нет. Просто все аккуратно. Вокруг клумбы, детская площадка под яблонями, низенькие заборчики. От высоких отказались и соседи вскоре после приезда немки и начали превращать свои участки в маленькие сады. Сейчас она воспитывает семерых детей, оставшихся без родителей. Старший Илья, которого немка взяла 11 лет назад, уже стоит перед выбором института. А младший Кирилл только-только пошел в детский садик. Дети живут в комнатах парами. Под лестницей музыкальный уголок. Воспитанники сами выбирали себе инструменты. Барбара, педагог по образованию, настояла, чтобы музыкой занимались все. И очень скоро обнаружила, и Илья, и даже 9-летняя Диана играют на пианино уже лучше нее. Она учит детей читать по сказкам русским народным, братьев грим, и утверждает, что Пушкин – это еще слишком трудно для нее самой, с ее-то знанием языка. Впрочем, разница культур кажется совсем прозрачной, когда Барбара придумывает очередную игру. Если Барбара говорит огонь, то надо искать угол какой-то, ну от огня. Если вода, то на диван надо. А если воздух, то на пол. Да. У каждого свой график занятий, но на обед все собираются за одним столом. Готовка на 7 ртов занимает несколько часов. Немка приучила детей помогать по хозяйству. Они сами косят траву, собирают овощи с огорода. Для них это уже родной дом. Вот почему год назад, получив вид на жительство, Барбара подала документы на опекунство. Чиновники недолго думали. Ни в каких рекомендациях немка уже не нуждалась. Конечно, с осторожностью отнеслись в самом начале, как только она появилась. Поэтому, наверное, часто и излишне часто ее контролировали. Но самые положительные результаты мы увидели. Никто не хочет стать ребенком из детского дома. Рядом с дверью до сих пор висит табличка «Детский дом-светлячок». Но теперь здесь живет одна большая семья. Даже по документам. Хотя дети давно уже зовут друг друга братьями и сестрами. Несмотря на то, что все такие разные. Антон Чичулинский, Андрей Брокос, Андрей Семенов. Первый канал. Калининградская область.